Во Владимире проходит месячник по благоустройству и озеленению. Сегодня об этом мы поговорим в студии вечера во Владимире Сергеем Сухопаровым, начальником управления по охране окружающей среды администрации города Владимира. Сергей Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер, Аня. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Итак, какие мероприятия запланированы, какие уже реализованы на настоящий момент? Ну, из того, чем занимается мое управление, значит, у нас запланирована уборка свалок, высадка зеленых насаждений. Уборка свалок у нас больше 480 кубов мусора мы вывезли. Запланировано еще примерно столько же. Надеемся, что тысяча кубов – это только наше управление. Значит, высадка зеленых насаждений, больше 100 деревьев, крупномеров мы собираемся высадить, и, значит, более 200 кустарников. В принципе, 200 кустарников мы уже высадили. Примерно половину из положенных деревьев мы высадим буквально завтра. Что касается всего города, то запланировано мероприятие, все городские службы будут убираться, вычистить наш город после зимы. И, кроме того, на 22 апреля запланирован общегородской событий. На этом наш эфир заканчивается. Все основную информацию вы получили. Теперь поподробнее. Откуда берется это мусор? Это все накапливается зимой, ведь каждый год весной мы вывозим примерно такой же объем. Ну, к сожалению, да, потому что уважаемые мои любимые жители нашего города, который мой родной любимый, в котором я родился, так же, как и многие, кто нас смотрит, к сожалению, значит, осенью, зимой мусорит и, значит, какие-то свалки устраивает. И вот нам все вместе приходится это вывозить. Вывозить в санкционированные места размещения отходов. Чем мы занимаемся с 1 апреля по 30 апреля практически без выходных. Ну, а мое управление точно без выходных. И, пользуясь случаем, приглашаем всех поучаствовать в общегородском субботнике в эту субботу, 22 апреля. Если кто-то не успел записаться, но хочет все равно поучаствовать, то у вас есть еще весь завтрашний день. Значит, можете позвонить в администрацию своего района, сказать, где бы вы хотели убираться. По возможности вас или какую-то группу включит, или, значит, индивидуально, там, какие-то мешки, перчатки вы получите, будут убираться, а весь мусор будет вывезен в течение ближайших дней. То есть, ведь тоже без выходных мусор будет вывозиться. А как вы получаете информацию о свалках? Ну, во-первых, значит, мы постоянно мониторим территорию города. Во-вторых, у нас есть жители города, которые нам об этом сообщают. В-третьих, есть контролирующие органы, которые также старательно, значит, мониторят и соцсети, и в том числе, и тоже проводят проверки по территории города. Когда мы получаем информацию о свалках, если мы можем убрать и своими силами, если достаточно небольшая свалка, то, значит, стараемся это сделать немедленно, или в рамках месячника, как это происходит. Если это большая, огромная свалка, где копились там отходы, там, месяцами, годами, бывают и такие, особенно в пойме клязь, в промзонах, то мы стараемся разыгрываем контракт на уборку этих свалок и убираем. Вот сейчас мы убираем огромную свалку на Палине Носипенко 69, убираем ее по решению суда. То есть мы исполняем решение суда по уборке этих свалок. Есть звонок телезрительницы. Татьяна, добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Татьяна, говорите, да, говорите. 22 апреля для меня как пенсионера, скажем так, советского, саморского времени. Это день рождения памяти Владимира Ильинина. И всегда в этот день проводились субботники. И поэтому субботник, который сейчас проводится с нашими современными деятелями, это не просто так, это просто память Владимира Ильинина. Я очень рада, что именно в эту дату проводим субботники. И надо лукавить, мне надо ценить, что именно такая дата. Ну, это был вопрос, да? Но мы не лукавили нисколько, потому что, конечно, мы все были пионерами. Дата не обязательно эта, но максимально поближенная в день рождения Ленина была. И в то же время именно день рождения нашего губернатора Николая Владимировича Виноградова, тоже 22 апреля. Просто сейчас эта дата теряет актуальность как политическое значение, что все люди нашего города собираются и делают наш город чище, красивее и лучше. Вот Татьяна представитель старшего поколения. Для нее ассоциируется эта дата именно с таким советским прошлым. А когда жители наши выходят на субботник, много ли таких, как Татьяна, кто действительно чувствует вот это соприкосновение эпохи, и благодаря этому есть какой-то порыв, чтобы убрать свой город? Я думаю, что достаточно много. Вот я уже сказал, что мы пионерами тоже убирали наш любимый город. У нас всегда были субботники, какие-то праздники, мероприятия. И выходя в том числе и на субботники, сейчас мы вспоминаем, как мы убираемся с детьми. Когда дети наши выходят, мы рассказываем, какими веселыми и интересными были у нас вот эти мероприятия. И для них, несмотря на то, что они полностью увеличены компьютерами, там за уши не оттащишь от каких-то игрушек, все равно, в общем-то, полезно провести время вместе со взрослыми на улице и убрать свой родной город. До объявления общегородского субботника уже какие-то мероприятия были проведены, кроме свалок? Ну, значит, буквально вчера мы посадили 200 кустарников пузырь плотника, сажались сами, а значит, в Собинском районе обнаружили питомника, обзванивали все питомники, и оказалось, что наш вот Владимирский питомник, ну, Владимирский в широком смысле этого слова, Владимирской области, достаточно хороший материал и достаточно демократичные цены. Но единственное, что хозяйка питомника наотрезда отказалась сама их высаживать, когда мы высаживать пришлось нам. Это были мои сотрудники в основном и несколько работников благоустройства Октябрьского района, которые нам помогли. Вы посадили живую изгородь, чтобы не городить настоящий забор. Вот в чем преимущество такой изгороди, а в чем недостатки? Ну, вообще, это экологично, очень красиво. И, кроме того, живая изгородь, вместо того, чтобы, значит, ну, быть каким-то антропогенным источником, это, в общем-то, природный источник, который, значит, не дает пыли, не дает шуму проникнуть на территорию нашего нового патриотического сквера. Но единственное, что хочу отметить, что сейчас они небольшие, 40-50 сантиметров, это пузыреплодник. Если о нем заботиться, если его не вытаптывать, если его не воровать, не разносить себе на дачу, то это будет через 2-3 года великолепная изгородь. Вот мы перед эфиром с Аней посмотрели, как мы высадили пузыреплодник, такой же 40-50 сантиметров. Сейчас он больше 2,5 метров. Ну, конечно, живую изгородь надо подстригать, я не думаю, что ее надо делать больше метра, метра 20. Но, тем не менее, это может быть одним из украшений нашего патриотического сквера, может ничего и не быть, если жители отнесутся без понимания к тому, что мы стараемся вместе с ними делать украшения. Ну, тут есть гарантия, что все-таки общественное пространство, да, есть видеонаблюдение, да, много шансов, что сохранится эта посадка. Там очень серьезное видеонаблюдение, на самом деле, специально монтировалось для патриотического сквера, потому, значит, всегда находили, кто там что-то воровал, кто-то что-то ломал, кто-то там пушку ломал, кто-то там стекло выбивал в машине. Всегда этих людей находили, потому что камеры очень много, они не все видны, но все-таки хочется, чтобы жители не ощущали себя под прицелом, там, видеокамер, а ощущали, что это место для отдыха, которое специально до них судно. Уж, коль мы затронули разговор, да, о патриотическом сквере, как поживают кедры? Кедры поживают отлично, практически все прижились, там около сотни кедров. Мы постоянно наблюдаем за ними, и буквально, я думаю, что со следующей недели, два раза в неделю полив будет всем, значит, растением в этом патриотическом сквере, в том числе и кедром. Ну, то есть их уже практически сто штук. Итак, это вот фокус, да, центральная часть города. Что еще будет вот в таких видовых местах? Ну, завтра мы озеленяем улицу Мира. Я немножко, значит, вперед бегу, может быть, с нашего эфира, но тем не менее. Значит, 42 дерева мы сажаем, это липы, 4-5-метровые липы будут, мелколистные. Очень красивые деревья, как раз которые высажены на улицу Мира. Но, к сожалению, если мы посмотрим на нашу разделительную полосу на улице Мира, то видно, что многих деревьев не хватает. Частично завтра этот пробел мы будем, значит, восполнять. Сегодня вот наши рабочие выкопали ямки, завтра, вот я надеюсь, что будет очень позитивная высадка деревьев. Кроме того, все центральные улицы, значит, у нас есть планы по озеленению. Кроме того, 9 локаций города Владимира, в которые мы подобрали очень интересные растения, очень разнообразные интересные кустарники и растения. Это не только там липы, дубы, кедры, что там еще, каштаны. И там много-много интересных редких растений, которые будут и ярусами, рядами. Некоторые локации подобраны так, что что-то будет свести осенью, что-то будет свести весной, что-то постоянно было интересное. И мы надеемся на помощь наших спонсоров. Это и Сбербанк, и Паута Плюс, которые, в общем-то, выразили желание помочь озеленить город Владимир. Мы будем предлагать им эти локации от и до, с возможностью навести там порядок. Какие, ну, вот смотрите, да, вы сказали, недостающие пробелы, которые есть уже на улице. Как правило, это следы тех деревьев, которые уже умерли, да, которые были больные, да, которые срезали и так далее. Вот насколько сложно заменить, то есть выкорчевать старое дерево, да, и посадить новое? Ну, достаточно сложно. Значит, выкорчевка деревьев... Особенно, когда рядом асфальт. Практически, ну, когда асфальт, это вообще невозможно. Выкорчевка деревьев занимаемся только на центральных улицах города, наше благоустройство, потому что даже на улице Мира они просто так срезают, выкорчевку они не делают, да. Возможно, это будет следующий шаг. Что касается, значит, вот вы говорите, асфальт, плитка там, ну, это однозначно надо. Если мы хотим иметь деревьев в центре, мне сегодня задавали этот вопрос. Кстати, у нас постоянно действуют чаты, это и все вопросы, которые идут в голове города, идут, все вопросы, которые администрации города идут, вопросы, которые жители задают в соцсетях, тоже до нас доходят, то есть в режиме реального фактически там на 20-40 вопросов в течение дня я отвечаю. Вот. Помимо того, что сажаю дерево, и тут уже это начинаю что-то писать вот-вот жителю, потому что ответить желательно в течение часа, иначе житель может обидеться, что его игнорировали. Но если мы иногда не можем ответить в течение часа, то, скорее всего, мы занимаемся тем, что... Обе руки заняты. Тем, что, да, да, тем, что либо убираем свалки, либо сажаем деревья, либо отвечаем на другие ваши запросы. Ну, значит, достаточно сложно. По центру отдельные вопросы, значит, мы эти вопросы с главой обговариваем, а глава сейчас очень плотна, значит, вошел в озеленение Дмитрий Викторович Наумов, да, даже глава приказал, дал указание, скажем так, разработать концепцию озеленения, которая была разработана. Значит, человек, который принимал самое активное участие в ее разработке, получил, значит, титул, или не знаю, как это назвать, лучший муниципальный случай. Вот. И, в общем-то, мы надеемся, что эта концепция, если будет время, мы, конечно, поговорим о ней подольше, она будет, в общем-то, принята в городе Владимир и будет реализовываться. Угу. Итак, по центру поговорили, да, есть, есть планы, есть перспективы, если уже конкретно мероприятие, которое будет уже завтра, обязательно наша съемочная группа побывает и расскажет об этом в выпуске новостей, да, а что касается ближайших районов, как-то Юго-Запад, Доброе, какие есть там планы по озеленению? У нас есть одна из локаций, у нас парк Добросельский. Мы посмотрели, что там можно посадить, в том числе и деревья и кустарники. Значит, если иметь в виду Юго-Западный район, то тоже улица Фатьянова у нас есть. У нас есть улица Верхняя Доброго в планах, тоже одна из локаций, как мы называем, смотрится. Улица Спиранского, опять-таки. А, значит, там будет небольшой сквер разбит в ближайшее время, в этом году уже. И после того, как, значит, вот этот скверик будет, ну, там без озеленения изначально, есть уже план на его озеленение. То есть тоже вопрос, если бы это будут муниципальные деньги, что весьма сложно, потому что муниципальных денег, вы понимаете, всегда не хватает. Они все-таки идут в основном на социальные же нужды для наших горожан, то есть на наших детей, на наши какие-то образования, да, медицины. Не наше, она областная, но тем не менее. Вот на социальные нужды идут две трети городского бюджета. Если это будут деньги спонсоров или наших друзей, то, возможно, и так. То есть мы сейчас активно со всеми сотрудничаем. Значит, глава города встречался с руководителем Пауты Плюс. В том числе одним из вопросов было, возможно, озеленение территории города Владимира. Завтра я встречаюсь с представителями, не завтра, в понедельник, у меня просто без выходных, потому что все время завтра с представителями Сбербанка. Мы тоже будем говорить о том, какой они могут вклад внести в озеленение города Владимира. Ну и менее крупные компании, такие как Волга Энергосбет, допустим, где работает наш большой друг Алексей Мигачев, бывший главный КООК области, готовы принять посильное участие в этом деле. Как горожане могут принять участие в озеленении города? Дают ли они какие-то вам рекомендации? Рекомендации, обращают ли внимание на какие-то территории, где очень необходима высадка деревьев? Ведь хорошая практика есть на Нижней Дуброве, да? Липы прижились, да, это здорово. Липы красивые, да, на Нижней Дуброве. Причем мы с одной стороны Нижней Дуброви, с другой стороны Нижней Дуброви, да, пересечения с двух. Липы, да, липы красивые, липы прижились. Вот эти липы, которые мы сажаем, в принципе, из одного и того же питомника, у них приживаемость 99%. Одна липа не прижилась у нас на Горького, потому что в нее врезался водитель водоканала. К сожалению, он сам получил травму, был в коме, да, но, тем не менее, вот эта липа была сломана. Одну липа там сломала Газель, одну. Ну, в общем, это считанные штуки из тех уже практически 250, которые мы посадили, значит, действительно, приживаемость 99-98%. Не бывало, я прижимаюсь на самом деле. Вот. Ну, о чем могут сказать жители, рядом с которыми эти липы растут. Кроме того, вот даже вот если говорить о завтрашней высадке, мы говорим о 42 липах. 40 лип будет на улице Мира, а 2 липа будут рядышком, буквально вот ответвление от улицы Мира, улица Зеленая. Жители очень просили, там было старое дерево, старое сухое дерево срубили, значит, жители к своему депутату обращались, и к нам обращались, и очень просили посадить на два дерева. Потому что они боятся, что на месте срубленного дерева организуется парковка, и они совсем останутся без зелени. Вот сегодня, когда, значит, наши рабочие копали ямки, жители были прям просто в восторге, что вот завтра не только улицы Мира, одна из центральных улиц города была, а их маленькая, там буквально вот, там сколько она, там 100 метров улицы Зеленая, тоже будет, значит, не обделена нашим вниманием. Ну да, логика такая, не выросло дерево, поставится автомобиль. Есть телезрительница Елена у нас на связи со студией, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня вот вопрос к гостю. В Квере Победы, что наискосок от областной администрации, растет красивый дуб большого диаметра, но основание ствола прямо заковано в асфальт. То есть доступа в дожде и влаги совершенно нет. Я боюсь, что в таком случае он просто засохнет, пропадет. Нельзя ли откопать, освободить от этого асфальта? Спасибо. Ну, имеется в виду, наверное, патриотический сквер, да? Значит, действительно, за каждым деревом, что осталось, у нас будет уход. Я еще раз повторю, что с понедельника все деревья будут поливаться в патриотическом сквере. Насчет дуба я посмотрю. Я не помню, чтобы там было так критично, как это критично на центральных улицах города, когда вот буквально такое вот количество земли дереву дается, что, не знаю, в двух ладошках поместиться может. Хотя должна быть проекция короны вообще-то по-натурально, что дерево питается, питательный круг надо оставлять дереву не менее, чем проекция его короны. Да, ну, зачастую, значит, ради удобства жителей, чтобы они там ходили как-то, тропиночки там были, удобно было с колясками мамочкам гулять, детские площадки были рядышком, значит, заложниками остаются деревья. Яркий пример, значит, это Ревитановский сквер, который вот можно выйти от телеканала «Варианта» и буквально через пять минут в него попасть, вот, где, в общем-то, все заложили плиткой, и даже те деревья, которые оставались более-менее в хорошем состоянии, через несколько лет, значит, погибли. Потому я очень понимаю всю зрительницу, которая печется об этом прекрасном дубе, и, наверное, постараемся его спасти. Есть еще один звонок. Добрый вечер, Марина, вас слушаем. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Добрый вечер, мне зовут Марина. А дело в том, что мы учились в 11-й школе, и у нас была Лея Гайдара. И школа была в том, что у нас имя Варкартизе, дочь Гайдара. У нас была площадка, когда мы сняли в школу 1 сентября, мы всегда, скажем так, были участниками в том, что в 1 сентября вот так вот начиналось наше учебное дело для знания. И всегда, когда у нас в улеволке, вот мы выбирали с Алией Гайдара, который тянул с 11-й школы до улицы Дограмышевского. Скажите, пожалуйста, вот на сколько сейчас это заброшено, на самом деле, здорово для детей, для учеников? Спасибо. Ну, хороший район, такой хороший спальный район, эти музыкальные улицы, как мы их называем, да. Ну, будем заниматься в том числе этими улицами. Эти улицы сейчас особое внимание на субботники им придается, они будут чиститься. Кроме того, значит, прекрасный сквер, сделанный Минчайковского, рядышком, да, на улице Чайковского. Однако в этом сквере не хватает зелени, не хватает кустарников. Мы тоже это берем как 10-ю локацию. И, значит, улицы Дограмышевского и 11-я школа у нас в планах на апреле не стоят, хотя я прекрасно знаю эту территорию. Но вот на улице Чайковского у нас также будет высадка этих прекрасных лип на следующей неделе, которые, я надеюсь, что понравятся жить им улице Чайковского, и они перестанут их ломать. Потому что полутора-двухметровые липы, которые мы сажали, почему-то люди называют веточками. Хотя это не веточки, это вполне сформировавшиеся деревья, которые буквально через 3-4 года будут уже 3-4 метровыми. И, значит, там много детишек гуляют на улице Чайковской, к сожалению. Вот эти вот полутораметровые липы часто бывают обломаны. Но вместо них мы, где они у нас сломаны, у нас с вами, будем сажать 3-4 метровые липы, 4-5 метровые липы. Надеюсь, их будет сложнее сломать, и они будут радовать город. Сергей Владимирович, наверняка есть такие антивандальные уже лайфхаки, чтобы не сломать вот эту тонкую веточку. Ну, можно ее закрыть там четырьмя палками, закрыть железной сеткой, можно сделать все, что угодно. Но если человек захочет сломать дерево, он его сломает. Антивандальные, вот я говорю, что большие деревья, которые у нас, вот почему у них 90 с лишним процентов приживаемости? Потому что их сложно сломать. И как бы у них вполне вспомнированная корневая система, она, если вдруг наши, значит, городские службы забыли полить, то недельку дерево перенесет другое, да? Ну, при условии того, что их все-таки будут плевать. А маленькие деревья, во-первых, у них приживаемость ниже, и, во-вторых, вандальные, значит, вот это вот. Ну, вы знаете, парк Добросейский выломали все лавочки. Может быть, даже, причем, значит, не я его делал, значит, другое управление, но, тем не менее, мне за них тоже обидно. Значит, они придумали антиводальные лавочки, считали, что их с ними ничего не будет, но, тем не менее, их все равно выломали. Ничто не остановит нашего брата. Мы прерываемся на рекламу, оставайтесь с нами, не переключайтесь. Мы возвращаемся в прямой эфир. Напоминаю, что у нас в студии начальник управления по охране окружающей среды администрации города Владимира Сергей Сухопаров. И мы говорим о месячнике по благоустройству и озеленении. Ну, кстати, вот продолжим тему озеленения. Уже чуть выше мы сказали о том, что глава города дал поручение разработать концепцию. Вот вообще, в вашей практике, да, в работе, в управлении, было ли подобное мероприятие, да, были ли такие же поручения от главы города? И, собственно, в чем актуальность вот нового какого-то документа? Ну, поручения были различные, естественно, за нашу 30-летнюю историю. Значит, в чем актуальность этого документа и как он получился? Значит, в прошлом году Александр Саванович Авдеев на высадке, значит, зеленых насаждений, в котором он участвовал, он дал поручение, значит, определить, посмотреть, чего у нас в городе не хватает, каких деревьев у нас не хватает, каких кустарников у нас не хватает, где у нас пропрешины по центральным улицам, что бы надо бы досадить, ну, это, естественно, во множественном числе, там, сотни тысячи, тысячи, значит, растений, и, значит, для того, чтобы город, ну, как бы восстановил свои легкие, значит, соответственно, и полностью, значит, восстановил по центральным улицам города, и в то же время, значит, на спальные районы, о которых мы с вами говорили, новые районы, уже дополнительное озеленение. Значит, было дано две недели на это поручение, за две недели мы все сделали, все мои сотрудники две недели, значит, с блокнотами, с фотоаппаратами, с листочками по улицам города, значит, ходили и смотрели, чего, в принципе, у нас не хватает. У нас сложилось, значит, понимание, сколько тысяч деревьев, сколько тысяч растений, каких именно растений, по центральным улицам не хватает. Вторая часть уже была, как бы, ну, мы доложили, соответственно, главе города мы это все передали, глава города, наверное, до губернатора это все довел, значит, еще прежний глава, значит, Андрей Санцович Шокин. Но, значит, я поставил вторую задачу. Ну, понятно, чего у нас не хватает. Интересно посмотреть, сколько это вообще все стоит. И, соответственно, сотрудники все, значит, ближайшие в центральном федеральном округе питомники обозвонили, что, сколько стоит, и мы получили примерную стоимость того, чего нам не хватает. Вот. После этого, значит, денег, к сожалению, нам не добавили, но понимание, чего у нас не хватает, у нас появилось. И, кроме того, за последние три года в бюджет поступило больше 60 миллионов рублей за снос зеленых насаждений. А из бюджета мы получили только три. Ну, по миллиону в год, грубо говоря. Конечно, как я уже говорю, спонсоры, друзья нам помогают. Но, в целом, картина отрицательная. То есть, получается, что вырубается больше, чем сажается. А еще, учитывая, о чем мы уже говорили, значит, вандалов, варварское отношение к свежевысаженным деревьям, значит, с каждым годом картина не складывалась лучше и лучше. А какое-то время удавалось ее держать на определенном уровне, но, возможно, она там скатывается вниз. И уже стало понятно запрос жителей города на то, что требуется масштабное озеленение, требуются новые методы в этом всем. И глава города Дмитрий Викторович Наумов в феврале дал задание подготовить и разработать концепцию озеленения. Это не только вот затыкание дыр, о которых мы говорим. Это какие-то интересные ландшафтные проекты, какие-то локации, которые будут сделаны с помощью ландшафтных дизайнеров. Мы обратились к двум ландшафтным дизайнерам, попросили помочь в этом отношении, что если вы сделаете хорошие там проекты, которые понравятся горожанам, то вы будете работать в городе Владимире и, соответственно, зарабатывать хорошие деньги, в том числе на вот своем ландшафтном. И сделать себе имя, потому что это в городе Владимире. Дизайнеры откликнулись, представили свои проекты. Кроме того, мы включили, что нам не хватает, что надо сделать, сколько это примерно стоит. И как мы видим наш город и причины, почему зелени в городе стало меньше. Допустим, одна из причин, о которой мы говорим, это отсутствие специализированного учреждения, которого занималось озеленением города Владимир. Допустим, как раньше был зеленостроен. Сейчас занимаются все, в то же время никто. Фактически, как у нас говорит мой куривший зам, Глеб Сергеевич Серегин, в городе Владимире, значит, озеленением занимаются два человека. Ну, это, конечно, небольшое преувеличение, но, тем не менее, значит, все-таки требуется специализированное учреждение. То есть главный садовник должен быть? Должно быть учреждение. Не только главный садовник. Должны быть учреждения у этих рабочих, которые хотя бы имеют среднее образование в области, значит, обрезки деревьев, в области агрономии. Не обязательно выше, хотя бы среднее. Естественно, что, который там, главный агроном, главный озеленитель, ландшафтный дизайнер, они должны иметь высшее профессиональное образование. Но рабочие могут иметь и среднее профессиональное образование, которые повышают свою квалификацию в этом отношении. Не оба как режут деревья, о чем жители города уже говорят. Несмотря на то, что мы проводим семинары обучающие, несмотря на то, что показываем. Все равно достаточно много этих ошибок, которые из года в год творятся. То есть нужно специальное учреждение, которое должно быть. И при этом учреждении должны быть не только эти пилы, чтобы спилить как можно что-то быстрее. У них должны быть поливальные машины. У них должны быть посадочные какие-то машины, которые ямки роют, еще что-то делают. В общем, нормальное учреждение для города Владимира. Возможно, это, ну, как Дмитрий Викторович Наумов говорит, мы с ним тоже на этой тему обсуждали. Может быть, это даже не специальное учреждение, а какое-то отделение в каком-то учреждении, которое занимается только этим. И профессионально занимается только этим. Оно стоит под контролем администрации города, непосредственно как муниципальное учреждение. Значит, администрация его контролирует. Но, тем не менее, значит, оно, и деньги в это учреждение идут, которое оно озеленяет. И вот, соответственно, все функции оно выполняет. Сейчас у нас четыре благоустройства. Честно говоря, даже мне сложно понять, кто чем занимается. Звонок телезрителя. Игорь, добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте, Анна. Скажите, пожалуйста, а чем можно заделать ямы или дырки в асфальте? Чем их уложить? Может, новым каким-то асфальтом сделать? Или катком? Чем закопать? Что можно сделать? Давайте, Сергей Иванович, кто за дырки в асфальте отвечает? За дырки в асфальте, наверное, у нас отвечает Центр управления городскими дорогами, поскольку я думаю, что дырки в асфальте на дорогах. Значит, достаточно много делается, достаточно много дорог делается сейчас в последнее время. Значит, новый руководитель в Центру управления городскими дорогами. Ну, я думаю, что надо этот вопрос задать ему, но поскольку я участвую во всех оперативных совещаниях, я понимаю, что в этом направлении делается достаточно много, и глава города обращает на дороги внимание, и дороги получают денег, я скажу, что в сотни раз больше, чем деревья. Так что, наверное, у них проблем меньше. Ну, и даже за две текущих недели уже преобразовалась дорожная сеть. И чистится, моется, и рисуется, и дырки латаются. Так что вся работа эта ведется. Ну что, вернемся к концепции озеленения. Итак, в идеале это должно быть подразделение специализированное профильных специалистов. Что еще подразумевает концепция? Концепция подразумевает того, что какие-то интересные места есть. То есть это не только затыкание деп, как я говорю, это какие-то интересные ландшафтные места. Это не просто какие-то памятники, какие-то куклы, это какие-то природные точки, сделанные, может быть, дизайнерами, рядом с которыми людям будет интересно гулять, с которыми будет интересно сфотографироваться, которые будут привлекать внимание. Ну вот я говорю, что у нас некоторые места есть, которые мы продумали с помощью ландшафтных дизайнеров, своими силами, силами своих специалистов, допустим, которые должны быть весной, свести одни цветы, летом другие, какие-то растения осенью. Причем некоторые виды растений, деревьев как бы поступенчатые, чтобы создавать вот такой аналог леса, скажем так. И вот та же самая выписка магистраль, которая достаточно скучна, достаточно как М12, поехала и все. Она может приобрести интересный вид. Там 7 или 8 точек мы предлагаем для того, чтобы вот таких приложить в ландшафтных дизайнерах. Вообще нами 9 мест уже разработано, которые под озеленение, помимо того, что вот это затыкание дыр, как я называю. И в принципе эти места ждут и бюджетных денег, и в том числе денег спонсоров для того, чтобы их воплотить в жизнь. Итак, придумали, разработали. Дальше что? То есть все дело остается в деньгах? Дальше воплощаем в жизнь. Но это не только деньги. Я же говорю, что это специалисты. Что, допустим, сейчас 3 учреждения, которые занимаются обрезкой деревьев, а специалистов, не знаю, наверное, ни одного, может быть, один из тех учреждений, которые хотя бы имеют среднее образование в этом. Мы предлагали обучение специалистов за деньги. За деньги не захотели. Мы проводили обучение за деньги в каких-то колледжах специализированных. Естественно, не нас. В Судободском районе, в Судовском районе есть подобное учебное заведение, которое двух-трехнедельное обучение специалистов. Мы предлагали, проводили эти обучающие семинары бесплатно. Более того, всегда готовы выехать на, допустим, Фрунинский район. Николай Петрович Маркин, глава района. Когда какие-то у него обрезки деревьев или что там, или какое-то сразу недовольство жития, и всегда приглашают наших специалистов, специалисты объясняют работникам фрунинского благоустройства, как надо делать, специалисты объясняют жителям, почему это делать надо так. Все жители довольны и уходят, специалисты делают. Соответственно, в общем-то, контакт, по крайней мере, с этим благоустройством достаточно прочный. То же самое Ленинское благоустройство. Может быть, у них чуть сложнее задача, потому что Фрунинский район несколько полегче. Там многоэтажные дома, там, в общем-то, новые застройки, но относительно новые. Ленинский район более старый, наверное, и более старые деревья, и тяжелее могут устроиться Ленинского района работать. Но, с моей точки зрения, тоже достаточно стараются. Ну, я думаю, что по озеленению все, да. А вот вопрос к управлению, по охране окружающей среды, да, один из важных компонентов – это раздельный сбор мусора. Да, вот что делает с управлением для того, чтобы как-то уже двигаться к цивилизованным мерам? – Обычно озеленение у нас как бы с начала и до конца эфира, и без всяких этих передышек. И все вопросы жителей только по озеленению. Но раз все по озеленению, перейдем к мусору. Значит, у нас на территории города достаточно хорошо организован раздельный сбор мусора. Не побоюсь этого слова. Значит, порядка, около тысячи у нас сеток сейчас стоит для раздельного сбора мусора. Почему говорю хорошо? Потому что года четыре назад у нас стояло порядка 300 вот этих сеток для раздельного сбора мусора. Когда пришел новый оператор, все старые ушли, и раздельного сбора в городе не было вообще просто ноль. Ничего не было. И постепенно, постепенно, в течение, значит, мы сначала достигли результатов, которые у нас были до внедрения регионального оператора, а потом, надо отдать должное, региональный оператор заключил контракт с фирмой УНР-17, которая как раз занимается раздельным сбором. И доверил им раздельный сбор в городе Владимире. Сейчас вот порядка тысячи вот этих сеток. Кому-то нравятся эти сетки, кому-то не нравятся. Кто-то считает, что это некрасиво. Возможно, они правы. И буквально в ближайшее время, я думаю, что в следующем месяце, уже в мае, значит, город должен принять на баланс порядка 750 контейнеров для раздельного сбора мусора. Эти контейнеры уже закуплены, значит, на областные деньги. Сейчас стоят на балансе Министерства природных ресурсов Владимирской области. Значит, сейчас администрация, ну, правительство Владимирской области думает, как нам их передать. Значит, мы их примем там решением Гурсовета. Возможно, уже майского Гурсовета. Поскольку апрельский прошел сегодня, значит, постараемся, чтобы это в мае было я. Они будут расставлены по улицам города, по контейнерным площадкам. И будут заменять корзинки действующие? Во многом они будут заменять эти сетки, да. Потому что кто недоволен сетками, но хочет, значит, раздельно собирать мусор, они будут в первую очередь заменяться. Какие-то будут установлены на контейнерной площадке. Допустим, мы в прошлом году построили 100 новых контейнерных площадок. Красивые, замечательные, современные, с крышами, с дверьми. И специальным отсеком во всех этих площадках, ста, есть отсек для раздельного сбора мусора. Именно в этот отсек будут становиться эти контейнеры. Ну, и остальные будут потихоньку-потихоньку распределяться по улицам города. Они красивые тоже, новые, современные. Так что надеюсь, что жители будут к ним бережно относиться, чтобы они дольше нам служили. И, значит, постепенно переводили все больше и больше город Владимир на раздельный сбор мусора. На самом деле, потребность у жителей это есть. И когда вот в 2000 году у нас прекратился раздельный сбор, ну, фактически прекратился, то много возмущений было и желания жителей, что это надо восстановить. Вот сейчас мы уже в три раза превзошли ту цифру, которая была до этого. А в общественных пространствах контейнеры для раздельных сбор мусора когда будет? Ну, несомненно. И в общественных пространствах мы думаем об этом. И на всех праздниках и мероприятиях тоже. И уверен, что мы это тоже остановим. Не только на контейнерных площадках, но и на... Ну, вот эти вот 750 контейнеров, нам надо будет все-таки их расставить по городу. Ну, допустим, 100 штук мы можем в резерв себе оставить, мало ли что, да? Но остальные-то будут стоять на территории города, значит, в общественных пространствах, в каких-то интересных городских локациях. Опять-таки, там, где мы, значит, новые скверы сделаем, там, где новые, значит, какие-то парки, ну, новые места интересны. Несомненно, во всех этих пространствах не только там зеленый контейнер для сбора твердых коммунальных отходов, но еще и контейнер для раздельного сбора мусора. Балга, значит, из городского бюджета не потрачена на это денег ни копейки. Областной бюджет в данном случае нам помог. Наши друзья с Министерства природных ресурсов. Львиную долю тех контейнеров, которые они закупили до Владимирской области, останется в городе Владимир. Я думаю, больше половины. Да, замечательно. Мы тебе возьмем. Про покрышки. Покрышки. В прошлом году администрация города Владимира заключила договор с Дмитровским заводом резино-технических изделий на то, что в определенном нашем месте улица Добросельская, дом 230, это старая база МК благоустройства, Котон, действующая база на самом деле. Значит, любой житель города, любой предприятия города может привезти покрышки бесплатно. И, соответственно, эти покрышки через некоторое время будут переданы, предъедет фор с завода Дмитровского завода резино-технических изделий, их заберет. Кроме того, если это предприниматель, который отчитывается за отходы, там, 2ТП-отходы или какие-то отчеты делает по мусору, то, значит, эти покрышки, Дмитровский завод резино-технических изделий, значит, даст ему справку, что эти покрышки были приняты этим заводом на переработку. И, соответственно, платить негативное воздействие как за отход, именно за эти покрышки, предприниматель не будет. Это и выгодно предпринимателю, потому что он цивилизованно, значит, сдаёт свои отходы, его отходы идут на переработку, они где-то на свалку или где-то во враг, и, соответственно, он избавляется от части платежей за негативное воздействие, что тоже очень приятно. Ну, и, в общем-то, всем достаточно хорошая была идея. Вот буквально вчера мне позвонили с этой базы, раньше я был там пару раз в неделю, в последнее время, как всё наладилось, я там не чаще раз в месяц бываю, и сказали, что там всё переполнено, видимо, жители активно сдают в начале нашего месячника, и надо срочно там фуру-две присылать, чтобы забрали, потому что у нас сейчас субботник начнётся, и ещё раз всё заполнят. Так что это, с одной стороны, ну, со всех сторон, наверное, позитивная вещь, что, несмотря на то, что покрышек много остаётся и на контент-площадках, и на всяких вот этих вот пунктах, значит, замены шин, но, тем не менее, достаточно большое количество покрышек идёт на переработку. Кроме того, было договорённо с этим заводом, я думаю, это уже следующий этап о том, что какие-то изделия будут нам, то и футбольные поля, там, детские площадки из наших покрышек будут делать, и, возможно, с большой скидкой будут продаваться городу Владимира, может, что-то и дариться. Ну, как бы, это следующий этап переговоров. Они, на самом деле, тоже гордятся этим сотрудничеством, и если вы зайдёте на их сайт, у них одно из, значит, главных сообщений на их сайте о том, что они заключили договор с сотрудничеством с администрацией города Владимир. Приятно. Буквально 3 минуты эфирного времени остаётся поговорить о 30-летии управления. Итак, да, вот самые важные проекты за эти 30 лет. Понятно, что не всё это время вы работали в управлении, да? Да, я всего лишь 14 лет руковожу, потому что остальные 16 лет были до меня. Да, я в 2009 году стал руководителем управления по охраннику жертвы среды, так что, ну, почти половину из этих 30 лет я в нём. Ну, я скажу, что, наверное, значимым проектом было вхождение в национальный проект экологии и рекультивация в Тодовской свалке. Над ней мы бились много лет, значит, был разработан проект, входили в национальный проект экологии, но денег всё не давали, не давали, переносили на следующий год, на следующий год, потом на следующий год. По году в 2000 году мы всё-таки провели рекультивацию за федеральные средства. Значит, были почищены достаточно много прудов, причём хорошо, грамотно было сделано. До 2015 года у нас были деньги на чистку прудов, после 2015 года, к сожалению, денег на чистку прудов в бюджете не было, но, значит, чистили своими силами. Тот же Соловьиный пруд, тот же пруд на Комиссарова, значит, был почищен за счёт спонсоров, с помощью жителей, как Соловьиный пруд, с небольшой помощью жителей, с большой помощью жителей, как Соловьиный пруд, с небольшой помощью жителей, как Пруд на Комиссарова. Но, тем не менее, это общие дела, которые делали предприниматели города Владимира и наши жители любимые. И более того, 22 числа во время субботника, я-то, как обычно, буду свалки убирать, понятное дело, но большие, несанкционированные. А часть моих сотрудников проведет на Соловьином пруду вместе с нашими друзьями от компании «Вкусная и точка», которые организуют там субботник, какие-то, наверное, вкусные, чай, кофе, пирожки, продукции их, соответственно, будет там, наверное. Так что те, кто хочет побывать на Соловьином пруду и поучаствовать там в субботнике, могут присоединяться и к нашим сотрудникам, и к сотрудникам вот этого предприятия и провести там время. И, ну, вот это один из тех, которые мы сделали, объектов. Ну, опять-таки, столько контрактов площадок в прошлом году. На самом деле, это помимо позитива, это еще огромная головная боль с этими площадками, и ставить их на учет, и всячески за них отчитываться. В общем, это отдельная история. Ну, много-много свалок было убрано. Сотни тысяч кубов мусора были вывезены за эти годы. В свое время наметилось перелом в борьбе со свалками, и мы видели, что свалка становится меньше из года в год. Но в последнее время, опять-таки, какая-то негативная атмосфера. Это может быть потому, что сейчас тяжелое время, и проверок меньше стало юридических субъектов, да, юридических лиц. И, соответственно, недобросовочные предприятия почувствуют свою безнаказанность, и зачастую стараются вывести отходы в неположенные места. То есть в последнее время достаточно тяжелый этот момент. И вот почему приходится работать без выходных, особенно в санитарный месячник, чтобы эти свалки убирать, чтобы город делать чаще. Я напоминаю, что у нас сегодня в студии был начальник управления по охране окружающей среды администрации города Владимира Сергей Сухопаров. Спасибо огромное, и все на субботник. Спасибо, уважаемые телезрители. Несмотря на то, что вот такой вот не слишком веселый эфир, у нас прекрасная погода, у нас наш прекрасный красивый город, наш санитарный месячник. Все вы наши друзья, все вы наши коллеги, все вы боретесь за окружающую среду. Я надеюсь, что все мы с вами встретимся 22 апреля на нашем общегородском субботнике. И в дальнейших наших делах в санитарном месячнике вы будете нам помогать. В том числе завтра на выставке деревьев на улице Мира.